Якутский медицинский центр распахнул двери для своих пациентов. Обновленная поликлиника готова принимать как самых маленьких, так и тех, кому уже за 70. Жители, прикрепленные к поликлинике, по-прежнему будут сдавать анализы, получать процедуры, ходить на прием к терапевту. А для пациентов старше 70 лет теперь работает гериатрический центр с выездом на дом. О новшествах медучреждения рассказывает Розалия Борисова. Впервые в Якутске на базе медицинского центра начнет работу реабилитационное отделение для детей с неврологическими заболеваниями. Для маленьких пациентов подготовили зал ЛФК, физиокабинеты. В этом отделении будет зал ЛФК, физиокабинет, планируем грязи лечения, затем процедурный кабинет. Мамы с маленькими ребятишками могут прийти, расположиться спокойно и можно даже реабилитировать детей до года. Поликлиники также решили свести к минимуму возможность передачи болезней среди детей воздушно-капельным путем. Здесь мы постарались организовать прием так, чтобы здоровые дети у нас заходили абсолютно с другого крыла, не смешивались с потоками пациентов, которые пришли по заболеванию. И надеемся, что это тоже будет неким вкладом в здоровье наших ребятишек. В обновлённой поликлинике всё оборудование рассчитано на работу с самыми маленькими пациентами. Даже в отделении лучевой диагностики подготовлены специальные кюветы для малышей. Практически все приспособления и особенности аппаратов у нас идут для детей. Но так как у нас здесь еще будет работать три терапевтических участка геронтологии, то естественно, что принимать мы и взрослых будем. Но в основном мы готовились к детям, конечно. Потому что дополнительно фиксаторы разные покупали для малышей. Те, которые, например, когда дети до 3-4 месяцев совсем маленьких, для них специальные кюветки такие рентгеновские. Всё это было здесь приобретено. Вместе с детским терапевтическим отделением будет работать и взрослые. Жители 202-го, 203-го микрорайонов смогут проходить диагностику одного дня, сдавать анализы, получать процедуры. Розалия Борисова, Василий Соловьев, Инвакасаха, Якутск.